Добрый день. Меня часто спрашивают, как я так похудел и стабильно держу относительно низкий вес. Я даже составил некий перечень того, что нужно делать. На самом деле я изначально и не хотел худеть. Я прочитал книжку члена корреспондента Российской Академии Наук Маскалёва. Она называется «120 лет жизни, только начало». Вот и там я для себя выписал примерно 10 рекомендаций. Это не пить. Многие пренебрегают этим, считают, что можно немножечко так по праздникам, так сказать, залить и так далее. То есть здесь я согласен с автором этой книги в том, что ни в коем случае, ни в каких количествах нельзя принимать алкоголь. Это яд. Второе – это не курить. С этим большинство согласны, но те, кто курит, не находят себе силы бросить. Здесь нужно тренировать силу воли и нужно посмотреть на тех людей, которые умерли у ваших ближайших родственников. Кто из них, может быть, курил. Вот что у них это произошло как бы раньше, быстрее и так далее. То есть нужно избавляться от этой привычки. Я никогда не курил, вот поэтому для меня, конечно, это не было каким-то фактором. Ну и некоторые боятся, что не бросят курить и наберут вес. Пункт третий – это уменьшить избыточный стресс. Часто у нас на работе какой-то завал, побрал, постоянно куда-то спешим. Вот. Нужно стараться, чтобы это было в меру, да, то есть как-то планировать, соблюдать баланс между работой и личной жизнью. То есть не нервничать, избегать вот такого огромного постоянного стресса. Он реально снижает продолжительность жизни. Меньше, но регулярно питаться, да, в скобочках написал ограничительная диета. Даже рекомендует автор иногда пропускать приемы пищи. Я вот этой рекомендации не следовал. Я именно завтрак, обед, ужин. То есть некоторые еще увлекаются подсчетом калорий, я этим специально не занимался. Пункт пятый – уменьшить потребление продуктов высоким гликемическим индексом. Мучное, сладкое. То есть вот эта вот известная расхожая мысль, да, о том, что мучное, сладкое не нужно, если она на самом деле верна. При этом все мы понимаем, что именно сахар содержится во множестве вещей, во множестве продуктов, извините. И его туда добавляют специально производители. Вот, старайтесь все-таки смотреть и избегать этих продуктов. Белый хлеб и сладкие продукты. То есть, что означает гликемический индекс? То, что у вас сразу попадает вот этот сахар в кровь. Вот. И со временем это может приводить даже к диабету. Но не буду я вот углубляться в эти медицинские вещи. Значит, шестой пункт – это увеличить потребление продуктов с низким гликемическим индексом. Это овощи, фрукты, орехи. То есть, я каждый день практически ем арахис. Вот есть более там дорогие орехи, типа там кишью, миндаль, грецкий орех. Ну, кажется, что арахисов хватает. И также я ищу фасольки на обед. Постоянно фасоль и консервированная рыба. Часто, вот сейчас в последнее время перешел на скумбрию. Вот, также можно есть сайру, она большим запахом владает. Можно есть сардину, да, она поменьше. Самое, я считаю, скумбрия. Вот, все это консервированное, чистое консервы, без, ну, можно даже без масла. Составь рыба, там, вода, соль, может быть, какие-то пряности. Все долго хранится, не портится, можно удобно вскрыть, не требуется даже мыть после этого посуду и так далее. Пункт седьмой – принимать гиропротекторы. Здесь я написал мультивитамины, льняное масло, куркума, метформин. То есть, я использую витамины, такую упаковочку витаминов, 365 таблеток в ней на каждый день. Ну, комплевит называется. Продается буквально, там, рублей за 600-700 упаковкой. Хватает на год, там, у человека 1 таблетки в день. То есть, я не такой, может, у меня достаточно насыщенное витаминами питание, да, но все-таки не хватает, да, вот, может быть, овощей, не хватает, там, фруктов, поэтому принимаем мультивитамины. Льняное масло, опять же, полезно с точки зрения наличия, там, омега с определенным числом, да, то есть, тоже можете почитать в интернете. Оно тоже недорогое, тоже можно заказать, например, на какой-нибудь, там, в аптеках за пол-литра, там, буквально, там, за 130, что ли, рублей. И куркума, то есть, ко всему, что только можно, не можно, куркума, в чем я ее покупаю в Ашане, на развес. Выходит, ну, намного дешевле, чем в каких-то таких пакетиках по 20 грамм. И метформин, запомните это лекарство, то есть, как если что-то вы, там, на ночь едите, либо сладкое, сразу принимайте вместе с едой пол-таблеточки, таблеточку, 0,6 грамма, то есть, 600 миллиграммов метформина. Опять же, проконсультируйтесь с врачом, тут все индивидуально, вот, но это лекарство уже почти 100 лет, и оно помогает диабетикам и продлевает, как оказалось, жизнь, да, то есть, по факту, это ученые выяснили. Восьмое, нужно больше двигаться. Ходите на работу, меньше на машине, ездите. Я два раза в неделю занимаюсь физкультурой, хожу в фитнес-клуб, это примерно где-то 20, около 30 тысяч рублей в год обходится у меня. При этом я сначала хожу на тренажеры, руки, ноги, то есть, с нагрузкой это делаю, вот, то есть, я, как правило, не хожу на, там, беговые дорожки, раньше ходил на йогу, сейчас не хожу на йогу, вот, после этого я еще плаваю в бассейне, и вот отдельным пунктом я выписал, что нужно ходить в сауну и баню, да, то есть, такой вот краткосрочный тепловой стресс, он увеличивает продолжительность жизни, естественно, тут же вы сбрасываете жидкость. И десятое, это соблюдать режим труда и отдыха, например, сейчас вот я стараюсь ложиться где-то в 11 часов вечера и вставать где-то там по восьмого, то есть, высыпаться полноценно, иногда не получается, конечно, но желательно вот этот вот график соблюдать. И здесь я еще не написал, но тоже полезный совет, зашторивайте окна, уменьшайте число источников света, то есть, чтобы не спать при световом загрязнении, да, то есть, все вот эти индикаторы на бытовой технике отключаете, и вы сразу на ночь компьютер не смотрите или планшет, и вы хорошо будете высыпаться, и у вас будет мелатоним, да, или что-то там, еще какой-то гормон вырабатываться, все будет полноценно восстанавливаться. Вот, в результате я похудел за первые там 14 месяцев на 13 килограммов, у меня записано сейчас, значит, я весил где-то 103-104, сейчас я вешу там 8,26-87, да, если я там позанимался спортом, то вообще там 85 там вешу. Ну, это с легким таким обезвоживанием после тренировки. Ну, тут возникают еще небольшие проблемы, сразу пришлось избавляться от одежды, которая вот так вот висит на мне, вот, рубашки, штаны, то есть, пришлось покупать меньшего размера. Вот, то есть, изначально я поставил себе так, желание у меня было сильным мотивом увеличить продолжительность жизни, посмотреть, это работает, а оказалось, что такой вот, назовем так, побочный эффект, я похудел, и как бы вот стабильно уже, это уже 2, больше 2 лет, все это длится. Вот, большое спасибо Маскалеву, читайте его книгу еще раз, 120 лет жизни только начала, как победить старение, еще там 2 книжки, после этого он выпустил. Вот, ВКонтакте мы друзья друг у друга. Успехов вам, спасибо за внимание.